В Любашинском саду лязгали сталью и сражались на топорах и мечах. Калининский район в восьмой раз принял кубок Александра Невского. Старинные ремесла, бои на шпагах, алебардах и мечах, мастер-классы по стрельбе из арбалетов, метанию копий и внезапно сборки-разборки автоматов. Восьмой кубок Александра Невского собрал под своей эгидой целую армию реконструкторов и представляли они почти всю историю человечества. Мы специализируемся на античности, мырим. Надо быть быстрым, прытким. У вас должна быть натренированность и хорошая реакция, чтобы блокировать удары противника щитом. Если вы попадаете мечом по голове, то это вам дают два очка в вашу пользу. Надо 10 набить очков. В данный момент я пытаюсь изобразить из себя английского лучника, но правда лук у меня не английский, он немного венгерский. Здесь чем интересен турнир? Добавляются конкурсы, когда мишень передвигается, какие-то препятствия. Нужно стрелять в движении. То есть это наиболее приближено к настоящим боевым действиям. Самым зрелищным событием турнира стал бой в железных доспехах с железными же мечами 3 на 3. Оружие хоть и не рубило, но било порой до крови. Европейский доспех на мне, татарский доспех на товарища Виктория, вот типичный Иран. Тактика была, чтобы быстрый наш догнал, поймал быстрого их бойца. А мы между собой разделились таким образом, чтобы кто-то из нас взял более сильного, кто-то более слабого. И один победил более слабого и пришел на помощь тому, кто завязался с более сильным. Для реконструкторов этот турнир – отличная возможность подготовиться к другим, более масштабным соревнованиям. Уже 8-9 июля в Петропавловской крепости пройдет крупнейший на северо-западе фестиваль «Битва на Неве». Продолжение следует...